Это самая дорогая мышь из всех, что я видел. Это самая большая мышь из всех, что я видел. Это Asus Rock Spata. Spata это кельтский меч, заточенный с двух сторон. Это мышь с металлической основой, которую вы тоже можете заточить с двух сторон и выходить на охоту. Если заточить не получится, можно использовать как камень, потому что вес приличный. Мышь очень большая и тяжелая, наверное самая большая из всех, что у меня были. Пока что это рекорд. Вы не смотрите, что оно выглядит так монструозно. Форма вполне удобная, большой палец на платформе, безымянный и мизинец тоже. Когда мышь поднимаешь, есть риск, что нажмешь боковые кнопки, но у меня такого не было. Покрытие такое же, как во всех мышках Asus Rock. Матовый пластик, на котором не остаются отпечатки пальцев. Но это только спинка и кнопки. Здесь уже другой пластик, тоже матовый, но более шершавый. А по бокам резинки, чтобы мышь не выскальзывала из рук. Мышь работает как по проводу, так и в беспроводном режиме. Для этого в комплекте есть два кабеля. Первый длинный и в тканевой оплетке, второй короткий и без оплетки. К этому кабелю я подключил док-станцию, ну а по этому кабелю я при необходимости подключал саму мышь. Док-станция магнитная, ее можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Мышка не съезжает за счет магнита и металлической основы. От аккумулятора мышь живет 3-4 дня в зависимости от интенсивности использования. Примечательно еще и то, что в беспроводном режиме частота опроса USB порта 1000 Гц, а в проводном 2000 Гц. Я такого вообще никогда не видел. Получается, что время отклика мыши вообще мизерное, и это очень круто. Правда не факт, что вы это почувствуете. Здесь переключатели TTC, а вот это мембранные кнопки. Из-за этого они немножко туговато нажимаются. Но за счет того, что они разной формы и разного размера, их на ощупь очень легко найти. И, например, нижние классно нажимаются простым слайдом вниз, верхние слайдом вверх, ну а центральные обычным нажатием. Основные кнопки с люфтом, потому что они отделены от основного корпуса. Колесико не болтается, это уже круто. Оно прорезиненное, светится и с отсечками средней четкости. Неплохо. Снимаем верхнюю крышку и видим микрики. В комплекте идут Амроны, серые, японские. Изначально стоят белые на 20 миллионов нажатий. Я поменял себе на серые, но сейчас покажу вам, как это делается. Это очень просто. Вы берете, вытаскиваете просто микрик и вставляете другой. Изи. Сенсор лазерный, Авага 9800 с максимальным разрешением 8200 dpi. Это всем известный лазерный сенсор, который стоит во многих мышках. Однако, в этой мышке хотелось бы какой-то сенсор поновее. В принципе, эта мышка для ММО, а для таких игр этого сенсора хватит за глаза. Но все равно, все-таки 2016 год на дворе. Высота отрыва минимальная. Ножки мыши из толстого тефлона, который, наверное, никогда не сотрется. Такое он производит впечатление. Ездит она хорошо, и я думаю, что ее можно использовать как на пластиковых, так и на алюминиевых коврах. Не сотрутся. Напоследок скажу вот что. Сразу видно, что мышь не для всех. Это видно как по цене, так и по комплектации. Смотрите, здесь и кейсы, и отвертка, и сменные микрики. Куча всего. И я рад, что такие продукты появляются, потому что это что-то новое. Это что-то яркое и светлое в серой массе игровых мышей. А ведь раньше именно игровые мыши отличались тем, чем из патов. Шокировали людей. Ей это легко удается. Желаю нам больше таких продуктов. Подписывайтесь на канал.